Таймыр и Норильск, то есть север Красноярского края, отдельный клип делай, все-таки сильно отличается от центральных районов Красноярского края. Край такой там, прям вот с севера на юг России полностью простирается. Ну, Таймырский полуостров, самый крупный полуостров России, самая северная часть Евразии, между прочим, из Челюскин. Площадь 400 тысяч квадратных километров, и там имеются принципиально три части, это северосибирская низменность, горы Берранга и равнина вдоль побережья моря Арктического, Карского моря. Полуостров Челюскин, реки имеются, Песина, верхняя и нижняя Таймыра, Хатанга, очень много озер на Таймыре, и одно из крупнейших это озеро Таймыр, как раз так и называется. Как часто в Сибири бывает, непонятно откуда слово происходит, то есть дают объяснение эвенкийские, дают якутские, нененские, нганасанские и так далее. Климатически это арктическая, субарктическая зона, примерно тот же климат и в Норильске, то есть длительная холодная зима до минус 62 градуса и очень короткое лето. Часто пурга, пурга может несколько недель продолжаться в тундре. Тундровые, глеевые и арктические почвы, многолетняя постоянная мерзлота. Самая низкая температура на Таймыре минус 62 градуса наблюдалось. В то же время сейчас у нас идет глобальное потепление, и на Таймыре погода больше всего, быстрее всего меняется. То есть постепенно среднегодовая температура растет, и Таймыр-то оттаивает. На самом полуострове нет городов, но к югу расположен вот этот комплекс Норильской-Дудинка, поэтому я в один клип помещаю все-таки Норильск. Норильск считается не Таймыр, но очень близко. Это юг Таймыра. Так что про Норильск вот скоро тоже будет. Ну, там есть, значит, населенные пункты Диксон, Караул, Воронцово, Усть-Авам и так далее. Полярные метеорологические станции, полярники там и Энконосаны, так же вот на Таймыре. Северная часть, даже лишайники не растут, глубокий север Таймыра, и мхи тоже не растут. Есть немножко кустарники, типа богульник там и так далее. В низинах тундры Таймыра покрыты мхом. Летом могут появляться цветковые растения, но лето там очень короткое. К югу более-менее уже покров такой систематически имеется, то есть хвощи там, мятлик, лесохвост, полярный мак и так далее. Огоньки типичные для Сибири, такие яркие, раскрашивают тундру. Южнее тундры немножко даже туда заходит лесотундра. То есть в Таймыр даже далеко на север заходят леса. Это самые северные леса в мире тоже. Таймыр в районе реки Хатанге. Ну, леса состоят из лиственницы, ели, березы, деревьев высотой до 20 метров, даурская лиственница. Ну и вот лишайник в горной тундре. То есть не на самой северной тундре, не близко к Ледовитому океану, а в горах еще есть, там же довольно много гор. Вот там довольно много лишайника, ягель, которого едят, естественно, олени. На Таймыре имеются высшие грибы, пластинчатые, агариковые, по типу маслята, подосины, кисароежки, лисички. Эти-то хорошо везде выживают, даже там в тундре лисички найти можно сколько угодно. Животный мир, типичная тундра, белый медведь, горностай, росомаха, соболь, северный олень. Там с прошлого века проводили эксперимент по реаклиматизации овцебыков, и в настоящее время там в тундре где-то 8 тысяч овцебыков, овцебыков развели. Ну и в морях, естественно, тюлени и все, что там положено в Северном Ледовитом океане. Про Северный Ледовитый океан, видимо, конечно, отдельный клип надо делать, про моря вообще. Позже тут будет гидробиология, гидрология, и там, возможно, про моря тоже запущу, такой цикл похожий. Нашли там из палеонтологии, нашли таймурского мамонта на таймуре. Климат все-таки суровый, поэтому человек появляется в позднем палеолите, а в Южной Сибири человек очень рано, с раннего палеолита. Вот как появился человек, почти сразу он был уже в Сибири. По одной из гипотез человек в Китае возник, и это прилегает к Сибири, естественно. Но, тем не менее, уже где-то в Мизолите точно охотятся на Северного Оленя, там и на Мамонта. И с третьего тысячелетия, между прочим, уже добывают медь. По всей видимости, уже в третьем тысячелетии были юкагиры, или во втором тысячелетии, современные. И они уже вели добычу меди, и, видимо, продавали куда-то на юг. То есть, вот это промышленное развитие внезапно у таймыра еще и в тысячелетии уходит. Добыча меди четыре тысячи лет, как минимум. На таймыре потом позднее добывали бронзу, железо. Вполне. Ну и коренное население первоначально юкагиры, но туда проникали и самодийские народы, и постепенно сформировались нганасаны. Нганасаны, как и часто в Сибири, это этнос позднего формирования. Нганасаны из разных групп возникли примерно в начале XVIII века. Это, безусловно, коренной народ Сибири. Я опять же о том, что в Сибири понятие коренного народа это примерно к XVIII веку относится. Если сформировался на территории Сибири еще в XVIII веке, это коренной народ Сибири. Потому что таких народов Сибири много, которые сравнительно недавно там из разных групп сложились. То есть к сибирским старожилам это тоже относится, которые в XVIII веке сформировались на территории Сибири. Это тоже коренной народ, типичный, как Нганасаны. История и открытие. Ну вот сейчас по ряду археологических находок, 1618 год, первые славяне появляются. Нашли пищали типичные, ножи со старославянскими надписями. В Мангазея я там довольно близко была, о которой я еще должен как-нибудь рассказать. И предполагают, что из Мангазеи заселялись, естественно, добыча всяческих животных. Но также обнаружено, что медь тоже, видимо, от местных народов знали русские, что там медь. И вывозили уже тогда с Таймыра медь в Мангазею. Ну, конечно, окончательно считается, что картографировано и доказано во времена Челюскина. Челюскин я тоже говорил. Вот Харитон Лаптев и Семен Челюскин, 1740 год, где-то вот возле этого, они впервые полностью исследовали побережье Таймыра, занесли на карту, и в том числе мыс Челюскина. Почему мыс Челюскина называется? Потому что Семен Челюскин открыл этот мыс. Об этом отдельно есть в клипах по истории у меня подробный рассказ про Челюскина. Дальше здесь все равно было малоисследовано. Проводились северные экспедиции. И в начале 20 века все еще только мореплаватели там где-то плавали. Нансен там плавал, Барон Толь и так далее. Геологическое исследование Таймыра это 1930-е годы, как раз параллельно со строительством Норильска. И там окончательно уже, значит, геологически выяснили, какие там месторождения. Внутреннюю часть занесли на карты. Вот окончательно в 1930-е годы завершилось открытие Таймыра. На Таймыре имеется крупный таймырский угольный бассейн с 1843 года. Там огромные запасы угля, но еще не разрабатывается, потому что, естественно, тундра. Но вот в перспективе, когда уголь кончится, в том же Кузбассе есть еще таймыр, и там угля очень много. Норильск это примерно 90 километров к востоку от Енисея, к югу от Таймырского полуострова. Не совсем на полуострове, хотя у них связи с Большой землей. Связь маленькая, и они себя считают, что они все-таки полуостров. Потому что они называют материком. Норильчане называют большую всю землю материком, а они как бы все равно оторваны. Но железная дорога туда не идет, автомобильная тоже. Это все равно, значит, остров, да, в таком широком смысле. Самый северный город мира с численностью населения более 150 тысяч человек. То есть самый крупный северный город мира Норильск. Население 174 тысячи человек сейчас. И он второй по численности населения после Красноярска. Численность растет стабильно. Норильск продолжает развиваться на самом деле. Назван по реке Норилка или Норильская. И откуда называется река Норильская, тоже непонятно. Предполагают, кстати, что и северорусскую. То есть слово Норилы есть в северорусском языке. И предполагают, что это назвали вот эти северорусы, которые были в Мангазее. То есть поморы там и так далее. Что вот они как раз открыли территорию и назвали. Но есть также объяснение от юкагирских слов, от эвенкийских и так далее. Добыча меди с бронзового века, как я уже говорил. Когда была Мангазея, они вели тоже добычу на Таймыре в районе Норильска в 17 веке. Как раз сибиряки самые первые. Это Мангазея один из самых первых городов внутри Сибири. Он глубоко на севере был. Всяческие эти самые месторождения обнаружила экспедиция Урванцева. Это 1919-1926 год. То есть в первой половине 20-х годов, несмотря на гражданскую войну, разруху, НЭП и так далее, как раз на Таймыре работает экспедиция Урванцева. И они построили первую юзбу, первый дом Норильска, 1921 год. Построили геологи из экспедиции Урванцева. И сейчас в Норильске имеется эта юзба. Ее всем показывают. Она расположена возле музея Норильска. Сталин в 30-е годы погнал туда зэков. С 1935 года силами заключенных Нориль-Лага началось строительство Норильского горно-металлургического комбината. Это все история города, дальше уже история концлагеря. Практически мало было вольнонаемных. Все 30-е, 40-е, 50-е это был лагерь. Там работали заключенные. С 1951 года они начали строительство города Норильска. В 1953 году произошло Норильское восстание заключенных. Ну и в том же 1953 году как раз дали статус города. То есть к 1953 году они город построили в основном. И вот Норильск стал городом. Параллельно уже были восстания в лагерях крупные. Ну в Норильске помнят про лагерный период. Всевозможные там памятники есть. Кладбище знаменитое. Мемориальные комплексы. Норильская Голгофа имеется. Ну вот из отделившихся свободных государств из Прибалтики, из Польши. Туда тоже часто приезжали. Там они построили своим умершим Прибалтам, допустим. Памятники там построили полякам. На этих всех работах страшных каторжных. Ну дальше развивался как вольнонаемный город. 1966 год начали разработку медно-никелевых руд. На Октябрьском месторождении основали ряд горных пунктов там поблизости. Новые месторождения открывали все советское время. И уже где-то к западу от Норильска начали строить новые заводы и так далее. То есть все советское время это все расширялось. Город соответственно расширялся. Климат района Крайнего Севера, субарктический климат. Ну вот в принципе значит карта климата. Что это все означает? Что зима отдалится примерно с октября по май. То есть май это еще зима. В июне весна, в июле лето, в августе осень и дальше в принципе зима. Ну вот осень где-то с августа по сентябрь. Лето в принципе достаточно жаркое, 18 градусов. Ну конечно земля не прогревается, вечная морзлота. Ну лето есть как таковое. Но только где-то полтора-два месяца. В основном конечно зима. Зима тяжелая. Абсолютно минимум минус 60 может быть. Но так держится в среднем минус 24, минус 27 по другим сведениям. Средняя температура дано. А там минус 27 в средней температуре января. Это холодно даже для Сибири. В основной Сибири минус 20 считается такая обычная погода в январе. Но в минус 27 это уже холодно конечно. Вот. То есть там большое загрязнение. Да еще и вот тяжелые эти условия погодные. В которых люди с трудом выживают. То есть для поправки здоровья не рекомендуется в Норильске ездить. Там скорее за деньгами можно ездить. Плюс 4. Население достаточно стабильное и даже растет. Причем растет за счет естественного прироста. Но не очень быстро. На 107 месте из всех городов Российской Федерации. Национальный состав разнообразный. Русские, украинцы, азербайджанцы, татары и так далее. Ну и вот тут надо что иметь ввиду. Что именно Норильск это точно новозные. То есть все население Норильска приехало во второй половине 20 века. Вот поэтому когда у нас сибирские националисты о Сибири рассуждают. Надо всегда иметь ввиду. Что действительно в Сибири есть старожильческие районы. О которых мы говорим. Что там отдельная национальность. Там Челдоны или Сибиряки. И есть районы типа Норильска. Где действительно новозное население. Или Новосибирска. Там действительно приехали люди разные. С России в основном. С Европейской. И не только. Там есть из Каказа. Казахстана, Белоруссии, Украина и так далее. Поэтому нам в наших вот этих планах по Сибири. Вот это надо иметь ввиду. Что реально ситуация сложная. Новозные тоже есть. И вот как они себя будут определять по отношению к Сибири. Это уже такой сложный вопрос. Потому что наши понятно. Что они коренные сибиряки. И они к Сибири принадлежат. А вот есть крупные районы действительно, где нет на самом деле коренных сибиряков. И у них специфическое такое мышление. На Камчатке тоже вроде как тоже в основном новозные. Петропавловск недавно сравнительно развился. Норильск типичная такая территория новозная. Новозной это термин из сибирского языка. Как раз означает приехавших. Это нейтральный. Потому что в сибирском языке много ругательных слов. По отношению к новоселам. Но вот новоселы или новозные это сравнительно нейтральные термины. Поэтому я вот их употребляю. В какой-то степени они будут входить, видимо, когда-то в сибирскую гражданскую нацию. То есть как бы нужно иметь ввиду, что есть узкая национальность сибирская. Это национальность. Она от рождения дается. Коренной сибиряк, допустим, Челдон. Славянский сибиряк имеет свой дон. Сибиряк по национальности. Есть сибиряк, который приехал недавно. Он тоже в какой-то степени сибиряк. Что-то вот там с ним делать надо. И при этом не надо вдаваться какие-то фантазии. Сочинять там какие-то новые народы. Как у нас некоторые за границей делают. Какой-то там, не знаю, норильский народ. Или что они там хотят. Это другой народ. Это чуваши. Или это русские. Или это, не знаю, украинцы, азербайджанцы. Это не какой-то там не красноярский народ. Это свой собственный тоже народ. Это люди других национальностей. Несибирских. И их в Сибири тоже много. Вероятно, не менее третье население. Костяк в Сибири старожильческий. Это зона Иркутск, Красноярск, Томск. Это старожильческая зона. И до Тюмени она идет. А по бокам там много чего. Всякого интересного. Ну, коренные, кстати, национальности, которые признаются коренными, самодийские, их в Норильске почти нет. То есть, наганасаны, долганы, ненцы, это все в основном таймыр в тяжелых там условиях живут. Поскольку городообразующее предприятие металлургическое, в Норильске важный праздник – это День Металлурга. Имеются всевозможные проекты по развитию города, ремонт и так далее. Ну, и, кстати, есть проекты переселения на материк. То есть, все-таки многие возвращаются. То есть, условия тяжелые. И родина их не тут, конечно. Поэтому уже, допустим, за несколько лет последних 8 тысяч семей вернулась из Норильска на Большой землянный материк. Архитектура. Первоначальная застройка была в стиле неоклассицизма в 50-е годы. То есть, по образцу Санкт-Петербург устроили. Ну, и при этом все равно были проблемы с влиянием сильного ветра. И поэтому делали кварталы специально такие замкнутые, квартальная застройка, чтобы ветер обдувал кварталы, внутрь квартала там ветер не гулял. Потому что там пурга часто идет. С 60-х годов там типовая застройка. Хрущевская, Грежневская, все мы ее знаем. Высотки все. То есть, Норильск стандартный, выглядит стандартный российский город. Так как прошлого у него особенно-то и нет. С 50-х он начинается. Ну, там есть особенности строительства на многолетней мерзлоте. В частности, там высокое крыльцо, потому что вентилируемое подполье. Чтобы мерзлота не оттаивала и дом, чтобы не рухнул. В один прекрасный момент. Городообразующее предприятие Норникель. Центр цветной металлургии. Добыча меди, никеля, кабальта, палладия, усмия, платины, золота, серебра, иридия, родия, рутения, до хрена короче. 35% мирового палладия производит Норникель. 25% платины во всем мире производит Никель. Норникель. И вот именно вот там, в Сибири, на глубоком севере. В России практически весь никель, кабальт и половина меди производится в Норильске. Норникель. Очень важно, на самом деле, для России. Точка. Некоторые металлы только там. Норникель процветает, и его чистая прибыль все последние годы растет и расширяет свое производство. Поэтому немножко растет и население города, которое там работает. Поскольку там все достаточно автономно, там имеется инфраструктура вокруг города. То есть, допустим, электричество вокруг города. ТЭЦ-3, ТЭЦ. Производство строительных материалов само внутри города ведется. Всякий ремонт, там сервис, все внутри города. Довольно замкнутый там, потому что, ну, вокруг Тайгачо, вокруг Тундра. Железной дороги нет. Поэтому, по возможности, все минимальные производства, которые обеспечивают инфраструктуру, они внутри Норильска. С большой землей сухопутного сообщения нет. Норильская железная дорога идет на порт Дудинка, и через железную дорогу, через Дудинку выводят продукцию. Ну, соответственно, до Дудинки есть и автобусные сообщения. Вот если там что-то куда-то надо съездить, они едут в Дудинку. Понятно, что в таких условиях есть развитый аэропорт Норильск, и через него тоже идет интенсивный пассажирооборот. То есть, куда-то можно слетать из Норильска. А сухопутно никак туда. Или по морям плыть, или полетать. Железная дорога только грузовая. То есть, раньше было пассажирское сообщение до Дудинки, теперь нет только грузовая железная дорога. До Дудинки автомобилем только. Ну, автомобилем при минус 30 я бы не рекомендовал, конечно же. Опота замерзнет до Дудинки ехать. Думаю, что зимой там вообще минимальное просто сообщение. Или очень сильно надо греть автобус. Из последних достижений в 2017 году туда проложили широкую полосу. То есть, с 2017 года у них широкая полоса в интернете. Проложили кабель. Раньше там со спутника они работали с интернетом. Экологическая обстановка неблагоприятная. Огромные выбросы. В связи с этим Норникель все-таки этим занимается, конечно. Они, во-первых, за пределы города пытаются производство вести. Они работают с честными сооружениями. Снижаются, на самом деле, выбросы. Особенно последние 10 лет. Последние 10 лет хорошая динамика. Производство растет. Прибыль у Норникеля растет. Выбросы снижаются. Но еще не решена проблема. То есть, снижаются, но все равно плохо. Такая ситуация. Все равно загрязнение, особенно воздуха, очень плохое. В Норильске это еще накладывается на плохие условия климатические. Жить там все-таки тяжело. Имеется проект «Чистый Норильск». Убирают заброшенные здания. Убирают мусор там. Чтобы промышленный мусор не загрязнял город. В 2020 году была экологическая катастрофа. Утечка дизельного топлива из ТЭЦ. Одна из крупнейших утечек нефтепродуктов в истории России. Создала угрозу для всего Северного Ледовитого океана. Предельно допустимая концентрация вредных веществ в реке была в десятки тысяч раз выше. Ну и естественно, поскольку в реку пошло, там пострадало в основном вот эти коренные народы, как раз Наганасаны, и пострадали от загрязнения. От Норильска. Которые там никак на этот ТЭЦ не работали. Они к чему там не были причастны. Норильский никель заплатил штраф за все эти дела, 146 миллиардов рублей в федеральный бюджет. То есть Норильску с этого штрафа тоже ничего не было и не пошло. Но говорят, что к концу 2021 года ликвидировали это. Вот это все, вот эту утечку дизельного топлива. Два чиновника и начальник города были осуждены вот за вот эту всю историю. Вода очищается, 43 очистных сооружения. Норильский никель деньги имеет и что-то там вкладывает в очистные, но в общем, говорят, недостаточно. Загрязнения все еще есть. Слава богу, нет китайцев. До Таймыра еще не дошли. У нас и китайцы варварски эксплуатируют вот то, что примыкает Китай, Южный район и Сибирь. Врубают там лес, загрязняют, пытаются там строить вредные предприятия, уничтожают там животных. Вот в Норильске ничего такого нет. И вряд ли будет уже. Китайцы тут так далеко на север вряд ли продвинутся. Кстати, в Якутии китайцев мало тоже сравнительно. Значит, образование. На территории Норильска заполярный государственный университет, а также имеется заполярный театр драмы. То есть минимальный такой культурный набор в виде университета и театра там есть. Музеи есть. Музей Норильска. Музей строительства Норильской железной дороги. Кинотеатры, естественно, все, что полагается. Проводятся фестивали. Чтоб жителям было не скучно. Норильская библиотечная система считается лучшей в Красноярском крае. Ну, самый северный театр в мире. Вот этот Норильский заполярный театр драмы имени почему-то Маяковского. Самый северный театр в мире. Причем его основали еще заключенные. И там играли будущие наши эти гении кино и театра. Таких, как Жонов, который тоже был зэком при Сталине. И Смоктуновский тоже при Сталине сидел и играл там в Норильском театре и так далее. Вот. После того, как они, значит, освободились, они уже, значит, стали известными актерами кино советского. Норникель там сейчас создает Арктический музей современного искусства. Ну, вот, Норильск очень, на самом деле, очень оригинальный. И вот все, что я ранее рассказывал о Сибири, на самом деле, Норильск не вписывается. Он как-то сам по себе. Потому что большей частью я и про города, и про территорию рассказывал что-то другое. Ну, вот, надо знать, что у нас на севере такие районы достаточно странные есть. И это тоже Сибирь, и огромный вклад вносит в развитие Сибири, металлургии, все такое. И вот с этим надо работать, об этом надо знать.